здравствуйте уважаемые подписчики нашего канала сегодня у нас в гостях людмила мы уже снимали одно видео на тему бизнес инкубатора и сегодня у нас часть 2 людмила расскажите пожалуйста немного вашей компании и я перейду к вопросам которые подготовила к этому видео сегодня как мы уже говорили ранее мы запишем отдельное видео которое будет касаться открытия компании с пулка зоо это общество с ограниченной ответственностью да сегодня мы поговорим о плюсах минусах и чем мы занимаемся мы занимаемся открытием созданием компании под ключ с нуля а также бухгалтерским сопровождением делаем уже это более трех лет на территории польши мы помогаем открывать и обслуживать у нас опекуны и координаторы русскоговорящие поэтому с нами легко удобно и прозрачно сотрудничать замечательно тогда поехали по вопросикам значит вот такой момент который очень интересно мне это же как начинающему предпринимателю даже действующему начинающим именно здесь когда человек сталкивается с тем что хочет открыть бизнес здесь отличие от открытия собственный бизнес собственная фирма да то есть бизнес через собственную фирму или воспользоваться услугами бизнес инкубатора когда он может зарегистрироваться с помощью компании и выступать как скажем так работник расскажите пожалуйста вот плюсы и минусы и отличия как лучше действовать первое что нужно помнить это что это абсолютно две разные формы ведения бизнеса инкубатор хорош тем что он помогает быстро стартануть но он не подходит под все виды деятельности к примеру такие виды деятельность как строительство такие видеть виды деятельности которые связаны с возможно взнушением будинку по польску это строительством домов ну да бранжа строительства то есть договора которые долго терминовые договора которые длительного какого-то периода до действия и плюс имеют в этом еще заложенные риски то есть примеру гарантии например два года человек построил дом и через два года к бизнес инкубатору могут предъявиться какие-то на требования о том что там направьте потому что посыпалась или так дальше то есть бизнес инкубатор прежде всего для тех кто хочет открыть бизнес и это виде деятельности такие как айти такие виды деятельности как дизайнеры копирайтеры все что связано с интернет маркетингом блогеры блогеры да конечно например если в сфере бьюти красоты да то есть вот девушки очень многие интересуются там вот хочу работать мастером ногтевого сервиса может быть парикмахером вот можно ли отнести таких можно да у нас есть действующие подписанные контракты и девочки успешно выполнять свою работу и реснички наращивают и занимаются коррекцией и дизайнером бровей маникюр педикюр из этой отрасли бьюти да можно можно работать в принципе здесь понятно какие сферы не стоят какие стоят хорошо расскажите пожалуйста о плюсах и минусах да то есть вот для начинающего предпринимателя который вот стоит перед выбором вот либо открыть сейчас пол куда открыть свою фирму или пойти по пути бизнес инкубатора какие вот плюсы и минусы хотя бы так для нашего понимания вот хорошо первое огромнейшим плюсом бизнес инкубатора является то что вы не несете никакой ответственности юридически все ответственность ложится на бизнес инкубатор быстрый старт в течение 10 минут вы подписавший договор уже имеете возможность выполнять и выставлять фактуры выполнять свою работу 1 месяц условия расторжения то есть вы предупреждаете плюс 1 месяц еще вам необходимо будет пользоваться услугами бизнес инкубатора не нужно там закрывать свою компанию на тратить на это время еще и средства просто расторгаешь договор да 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 за вас выполняют бухгалтерское обслуживание вам не нужно переживать за корреспонденцию навсегда приходит вас об этом информируют обслуживают корреспонденцию информируют вас о том ну конечно консультация и поддержка координаторов это очень важно как поступить в той или иной ситуации какие риски при подписании каждого договора и кстати одним из минусов является то что вы за заключив договор к примеру или вы захотели заключить договор так вам очень понравилось помещение у нас была такая ситуация девочки очень торопились тоже сфера бьюти была но по причине того что этот договор содержал риски для фундации так для фонда мы отказали подписать это договор внеся свои поправки то есть если по той стороне арендодатель согласится убрать кто-то то 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 там какие-то штрафные сансы еще что мы готовы подписать но с одной стороны конечно это минус что девочки уже были бы рады все работать им понравилось место если бы они вели свой до бизнес согласитесь ну что они бы подписали и возможно даже на это и не обратили бы внимание очень редко молодые предприниматели пользуются услугами юриста который прочитает договор и расскажет про риски обычно руководствуются инстинктивно им понравилось они горят идеи они уже хотят уже все запускать и неважно готовы ли документы какой-то договор главное уже все работает работать все хорошо пока хорошо приходит момент когда люди хотят расторгать договоры а у них оказывается штрафные санкции оказывается что это договор так составлен что люди просто не могут даже его расторгнуть обязаны там минимум пять лет например работать независимо от того что что происходит на рынке то есть получается это наверно даже не минус а плюс это плюс когда копнуть действительно глубже но многие начинающие предприниматели на самом деле это рассматривают как минус и поэтому больше минус со стороны скорости принятия решения хотя когда начинаешь объяснять ну да они действительно соглашаются что это это на самом деле является плюс какие еще минусы минусы такие что на самом деле вы не управляем вы не принимаете самостоятельно решение каждый раз вам необходимо совещаться консультироваться у своего координатора к примеру вы не моете вы не имеете возможности пойти снять наличку тогда когда вы хотите на это нужны основания а если бы у вас была своя компания да то многие предприниматели считают что деньги компании это их личные деньги и идут например и снимают их да но этого делать здесь в бизнес-инкубаторе вы не сможете хорошо и правильно ли я понимаю то есть как бы сотрудник то есть но человек он работает один и принимать каких-то сотрудников на работу он не может или может какие-то договора заключать там гражданско-правового характера может и мы это объединяем так что он имеет возможность взять себе какого-то сотрудника так и ну и и выполнять свой бизнес расширять и масштабировать а хорошо то есть получается сотрудник ему нужно будет также зарегистрироваться в инкубаторе да это будет некий такой аннекс то есть дополнение к договору что такой-то работник работает под этой же маркой потому что смотрите я и юридически вы будете работать от имени инкубатора но вы имеете право создать например свой бренд какой-то марку да и более того даже ее и зарегистрировать так еще кстати на что хочу обратить внимание один из минусов это приобретенное любое имущество так во время ведения бизнес бизнес инкубаторе будет являться имуществом бизнес инкубатора да и многие но спрашиваю как это вот я куплю автомобиль да и расторгнут договор этот автомобиль остается имуществом бизнес инкубатора скажем так нам например не ну мы заранее это оговариваем что мы подписываем куплю продажу да и откупают у нас приобретенное имущество поэтому она нам не нужно и и вы имеете возможность его выкупить единственное что вы ну поносите дополнительные кошты это затраты да на вот эти договора это когда человек действует как бы в рамках бизнеса или он какие-то и для личных целей приобретен все в рамках бизнеса такой был немножко ясность а то люди запугаются хорошо в плане тогда открытие компании да здесь как сколько человеку нужно будет ждать и какие тут плюсы и минусы для начинающего что нужно помнить что компанию многие путают и говорят я хочу открыть свою фирму понимая что он и является своей фирмой так очень немногие могут открыть фирму в виде ядно особого идеальности господарче это чп или фоб да как привыкли называть могут открыть студенты и список если надо будет да вы мы сможем внизу опубликовать или отправить кому это будет интересно чаще открывают спу кизо это общество с ограниченной ответственностью и здесь не выгодно со стороны налогов открывать самостоятельно поскольку вас будут трактовать как идеальность и дно особого если вы один открываете компанию хотя юридически вы имеете право и возможность вы будете иметь сто процентов долей и это означает что вы подпадете под зус полный 1200 злотых и он будет возрастать так возрастать в плане не то что пропорционально а сейчас он был 1200 а если будут подниматься там заработная плата то следующий порог там за 1310 так и так дальше то есть возрастанием зуса у вас также будет постоянно постоянный платеж это вот этот зус независимо есть у вас доход нету если деньги если введете вы деятельность зуслы каждый месяц будете обязаны оплачивать то есть в плане я так понимаю что налогообложение различие то есть наверно как мне кажется открывается то есть компания это нужно более там наверно масштабному проекту с большим количеством сотрудников большими инвестиционными вложениями если человек хочет открыть какой-то маленький бизнес попробовать себя да особенно если нет опыта ведения бизнеса за границей то наверное лучше стоит воспользоваться инкубатором где ему подскажут помогут и дальше он уже в принципе сможет чуть позже открыть свою компанию совершенно верно было бы правильнее если вы пока еще не уверены что хотите начать попробовать себя в одной отрасли или в другой то было бы правильным решением до воспользоваться бизнес инкубатора компанию если открывать уставной фонд минимум это 5000 злотых ежедневная извините ежемесячная постоянная обонплата по сопровождению бухгалтерии за аренду главного офиса или за офис как таковой так то есть затраты они намного выше и больше по налогообложению если мы говорим налог на прибыль то для компании он составляет сейчас до 50 сотрудников если компания трудоустраивает это девять процентов ежи если вы работаете на себя в бизнес инкубаторе это также из девять процентов но при этом это уже ваши деньги да а в компании вы заплатив девять процентов это деньги остаются в компании и для того чтобы вы их себе вывели то вы еще раз платите процент от дивидендов или если вы выплачиваете себе как заработную плату тогда идет около сорока процентов это налог на зус так и при этом эта сумма будет являться коштом девять процентов уже вы не платите да это тоже нужно помнить заработная плата кошты это затраты это затратная часть поэтому для компании рекомендую минимум два человека для того чтобы зус о котором я вспоминала выше он будет тогда равен нулю так и зус мы тогда не буду не будем вообще платить он не оплачивается он равен нулю если учредителей два и более я тоже я даже не знала таких моментов то есть конечно человек когда встает перед выбором самым хорошим вариантом это будет первоначальная консультация со специалистом где именно в конкретной деятельности который планирует заниматься до сыскать или он получит компетентную консультацию потому что себя опять ставлю на место до когда-то мне очень хотелось открыть компанию я ходила по всевозможным семинарам узнавала налогообложения что-то делала какие-то себе умозаключения но наверное все таки сейчас я уже мысли немножко по-другому лучше конечно первое это обратиться за помощью экспертов которые смогут дать чёткий алгоритм в каком направлении нужно будет действовать и в завершении вот интересный момент относительно развития да то есть насколько человек может развить себя в инкубаторе да то есть если он все-таки планирует масштабировать свой бизнес он планирует развиваться в той области до в которой он работает открываются ли у него возможности перспективы если он все-таки работает то есть назовем это подкрыть под прикрытием да в компании или может ли он остаться работать дальше или нужно в определенный момент будет перейти уже на собственную компанию он может развиваться до того момента когда он почувствует что он хочет и готов принимать решение самостоятельно готов внести за них ответственность он понимает уже как работает этот бизнес он видит уже себя в роли владельца бизнеса то в этот момент безусловно можно и нужно уже было бы выходить с инкубатора и становиться собственной компании как я уже говорила это чаще выражается когда черт подписывать много контрактов и готов на себя уже брать эти риски да ладно он знает что он например заработает успеет больше если вдруг что-то случится он готов понести эти ущербы то тогда да фундация будет всегда до последнего и фонд это есть бизнес-инкубатор он основан на основании юридической это как фундация и бизнес-инкубатор всегда будет сохранять за собой право беречь максимально чтобы не было никаких потом дальнейших к нему таких вот финансовых претензий даже через год через два поэтому в момент когда человек готов брать на себя ответственность тогда уже до пора выходить это не связано с оборотами потому что к примеру если айтишник и он уже имеет настолько огромное количество клиентов и он берет большое количество заказов его оборотам в 3 в 5 в 10 раз увеличился это еще не не означает что он уже ему даже необходимо открывать компанию выгоднее все равно будет в бизнес-инкубаторе здесь именно речь идет о принятии самостоятельных решений о том что вы подписываете договора и уже понимаете что там и хотите их видеть такими какими вы хотите а не какими вам диктуют как бы вот сверху да когда вы готовы наверное действовать полностью самостоятельно и вы уже не готовы согласовывается ни с кем ничего да то есть вы полностью хотите диктовать свои условия да хорошо в принципе относительно компании я думаю тут все понятно наверно на международные основе здесь компания развивается значит она развивается да все да что еще могу добавить вам что и мы с вами провели параллель до бизнес-инкубатор и компания если все-таки решаться на компанию да то нужно помнить что есть два основных способа открытия компании это юридически через интернет или через нотариуса какая здесь разница разница в сроках и в стоимости проще я всегда советую если вы открываете бизнес с людьми которых вы знаете тогда можно компанию регистрировать через интернет если вы регистрируете компанию с людьми которых вы мало знаете и хотели бы описать при нотариусе их роли и влияние их доли то тогда я бы рекомендовала это проконсультироваться сначала с юристом и потом уже идти к нотариус и подписывать такое договор очень такая вот хорошая заметка поскольку когда у людей какие-то проекты они могут быть немного совсем знакомы им кажется что вот сейчас весь мир перед нашими ногами мы сейчас делаем то я буду делать то я буду это впоследствии может получиться так да что люди не закрепили какие-то отношения между собой и они начинают перекидывать они не могут разобраться внутри компании кто должен делать больше кто должен делать меньше начинаются претензии что я работаю больше значит мне и прибыли нужно больше да поэтому действительно как бы юридические аспекты в этих делах они несомненно важны вот но спасибо ледомила о том что рассказали еще раз нам подробно как вообще относительно открытия бизнеса именно в польше я хочу дополнить что если у вас возникают какие-то вопросы вы можете обратиться к нам по номеру телефона который будет указан на экране также оставить заявочку на нашем сайте если вам потребуются услуги людмила мы обязательно вас соединим для этого нужно будет заполнить анкетку и в последующем мы свяжемся с вами но всем пока до скорых встреч до скорых встреч хочу добавить что миссия нашей компании это создавать и сопровождать бизнес легко безопасно и надежно всем пока 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 пока